Режет документы. Режет, режет, мое имущество, это мое имущество. Все, все режет. Режет, это мое имущество. Что ваше имущество? Иди, это мое имущество. Так, не надо здесь мне тыкать. Вот иди отсюда. Иди отсюда. О, ножом. Уйди отсюда. Имущество наше. Да, ну че такое вообще? Я не знаю, что это. Так, не надо. Это ваша квартира, ну вы че ее? У нас оплачено. Я здесь не нахожусь. Не надо. Пусть. 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 Детей привели все родители в обычном режиме, как и я своего ребенка. Только мы пришли с опозданием. У нас приняла ребенка уже не наш воспитатель, о чем мы даже не знали, что нашего воспитателя уже нет. Приняла сама вот эта вот Ольга Михайловна Рожкова. Кто это такая, я не знаю. Мама спросила. У меня приводила бабушка, получается. Мама спросила, где наш воспитатель. Она говорит, будет позже. Ну и все, попрощалась, приняла ребенка и закрыла дверь. Я у мамы спросила, все нормально? Да, нормально. В этот день я не заходила на онлайн камеры и не смотрела, что там происходит. Да и ничего бы я не увидела, потому что детей она перевела на кухню, где нет, не снимают камеры. Там есть коридорная камера, которую он мне никогда не показывал. Есть камера группы, где всегда занималась с детьми наши воспитатели. Все, она закрыла там детей. И, в общем-то, я не знаю, что произошло с этим человеком. Она начала сворачивать изначально садик, а когда приехал собственник квартиры, видимо, это стало для нее раздражителем. Она начала там все крушить, резать потолки, полы, кидаться в солью, орать о том, чтобы все сгнили от рака и все остальное. В это время находились там наши дети. Пришел участковый, который ручки в бочки сложил и посмотрел, сказал не трогать ее, потому что пусть спокойно себе режет, несмотря на то, что там находятся наши дети. Нам никто не позвонил, не сказал. Все бы спокойно отреагировали. Родители, когда знали бы о том, что просто нужно забрать детей. Дети ходили не евши, не пивши с обеда. Любой нормальный, адекватный человек понимает, что ребенок 8 часов без еды и не спавший. Это тяжело, потому что дети двухгодовалые. Они должны спать, у них должен был сон час быть в обед. В то время, когда она там крушила все. И как она орала с самого утра и выгоняла там воспитателей из садика. Это все происходило так же при детях. У вас на ребенке это как сказалось? Ну, на ребенке это сказалось плохо. Мы с ребенком уже пьем два дня валерьянку. А сейчас будем устанавливать с психологом, что конкретно. Супруга приехала в садик. Ребенок ходил голый, голодный. К нему нельзя было подойти. У него была просто истерика. Он от мамы отталкивался. Также домой пришли, и ребенок накинулся на еду, как первый раз ее увидел. Весь вечер он просто ходил, просил пить, пить. Ну, видимо, хватался соли, которая была вся раскидана по полу. Которую директриса кидала в собственников жилья, кричала, чтобы все сдохли. Дети ваши так же. Если она неадекватная, то я в любом случае прошу, чтобы на нее нашлась управа. Так же, как и на нашего участкового, который не стал разбираться в этом. Не вызвал ни наряд ПДН, ничего. Даже родители не оповестили. Я узнала об этом вечером, к концу закрытия садика, приехав с работы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова